В Приднестровском МИДе рассматривают произошедшее как демонстративно-провокационные и недружественные действия Республики Молдова. Сегодня на сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано заявление. Приднестровская сторона призывает Молдову отказаться от применения деструктивных блокирующих действий на границе и следовать принципам конструктивного сотрудничества и политики добрососедства. А делегаторы СИС опозданием, но все-таки добрались до Приднестровской столицы. Их сегодня принял глава государства Евгений Шевчук. На встрече говорили о двустороннем взаимодействии и сотрудничестве. В первую очередь на встрече почтили память погибших в авиакатастрофе в Казани. Глава государства выразил соболезнования российской стороне. На встрече также обсудили вопросы развития российско-приднестровского взаимодействия, направленного на улучшение экономики и социальной сферы Республики. Хочу поблагодарить за то, что на экспертном уровне предоставляются очень полезные рекомендации в разных сферах жизнедеятельности. И нам дорого и ценно такое взаимодействие. Говорили и о направлениях, которые касаются развития патриотического воспитания детей и молодежи, а также реформирования отдельных социальных сфер, образования и здравоохранения. Сотрудничество с Российским институтом стратегических исследований набирает обороты. В скором времени мы ожидаем начала полноценной и масштабной работы филиала России здесь, в Приднестровье. И, конечно, сегодня в первую очередь обсуждались первоочередные направления, на которых будет сосредоточено внимание российских экспертов и по которым будет налажено взаимодействие с органами государственной власти Приднестровья. Российский институт стратегических исследований является важным инструментом аналитической работы и информационно-аналитического обеспечения высшего руководства Российской Федерации, отметил заместитель директора неправительственной организации Приднестровско-Прудский центр РИСИ. Однако именно на Приднестровском направлении институту впервые была доверена особая миссия. Мы будем участвовать не только в работе, связанной с политическим анализом, но и в работе, связанной с подготовкой и максимальным сопровождением конкретных рекомендаций по принятию мер социального и экономического характера, меры поддержки Приднестровья со стороны России и взаимодействия двух стран в этом направлении. На встрече отмечали, что взаимодействие такого уровня можно считать еще и одним из элементов реализации недавно подписанного протокола встречи «Шевчук-Рогозин». Степан Бугаев, Александр Савюк, Первый Приднестровский.